Продолжение следует... 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 Мой отец красив и юн. Службы дни лишь начинались. Украинский запад зной. Там ребята повстречались с той внезапною войной. Как молились дни и ночки. Мамы их в родных краях. Чтоб любимые сыночки не погибли в тех боях. В фронту письма поспешили от желанных, дорогих. Об одном они просили видеть вас хотим живых. И летели письма птицы, ведь для них преграды нет. А двоюродной сестрицы получил отец совет. Подскажу тебе, как можно без ранений обойтись. Ты воюй там осторожно, до полудня берегись. А с обеда можешь смело в бой идти, про страх забыв. Никакого артобстрела ты не бойся, будешь жив. Верить, может быть, не верить тем пророческим словам. И отец решил проверить. Убедиться в этом сам. Нет отчаянной парнишки. Мой отец казак донской. Как из шумаховской книжки. Тали глазый, удалой. Чуть хлебнув, отбросим фляжку. И, поднявшись во весь рост, На груди рванул тельняшку. И как будто в землю брос. А потом пошел вдоль поля. Пули мимо все неслись. Медсестра кричала. Коля, Коля, Коленька, пригнись. Пули бешено летели. Не скончали их полет. У висков они свистели. А отец все шел вперед. И пройдя чужие страны По дорогам фронтовым. Все ж имел в боях он раны. Но остался ведь живым. Да, отец был храбрым парнем. Бесшабашным и лихим. Мы на фото с внуком глянем. Пусть запомнится таким. Спасибо. Спасибо. Людям, которые помогли организовать этот праздник, представить памятник, тоже всем большое спасибо. И хочу представить своего дедушку, Леониду Ивановичу, который отлетал в 33 года. Дитя войны, 13 лет, работая на заводах. Сейчас дожив до нашего времени. И вам ему слово, пожалуйста. Товарищи собравшиеся, я очень доволен, что мы вспомним те горести, которые перенесла Украина в период Деликой Отечественной войны. Помним тех, которые погибли за Украину и не поддались плану ОСТ, которым было предусмотрено уничтожение всех украинцев или превращение их в рабов. Это должны знать каждый. А план такой у немцев и у фашистской Германии был. Кроме этого, большое спасибо то, что вы в своих воспоминаниях помните отцов, дедов, прадедов, которые сражались против фашистских Германии и победили. Помните это и не замолчите никогда. Еще раз поздравляю вас и желаю всего наилучшего и чтобы память эта была в металле. А также большое спасибо те, которые организовали эту встречу и обожили вам. всем спасибо. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Всех с великим праздником Днем Победы и просим вас к праздничному столу Победы. Днем Победы. Семен-Никодан. Ну да. Победы. Молодец. 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 вот именно нашего поселка поблагодарить организаторов наших вот это что у нас никогда новостроения не было вот такое праздника как в этом году я всех ребят не знаю к сожалению я знаю только одного нашего уважаемого анатолий михайлович если вы знаете все андрюшенко был такой это его взять серёжа я хочу ему поблагодарить за его организации способности за все за все то что он нам сделал в нашем поселке не было такого еще так что я думаю что и следующие годы будут такими же праздничком вас товарищи праздничком а вот я